Всем привет, с вами Маша Рябинина. В этом видео вы узнаете, как потерять свои деньги, сидя в Телеграме за 15 минут, да еще стать фигурантом уголовного дела. Разберемся, в чем фишка таких казино в Телеграме. В конце видео вас ждет просто феерическая концовка. Но обо всем по порядку. Заварите вкуснейший чай с лимоном, возьмите печеньки и по традиции, приятного просмотра. Я сидела, как обычно, в Телеграме и мне написала некий аноним Матвей. Сначала я подумала, что это по работе. Но постоянно заказчики пишут там. Перекинулись в пару стандартных фраз. И тут мне задвигает Телегу про казино. И что он обладает некой своей схемой. Понятно, что схема его заключается в том, чтобы меня наебать. Но я не подаю виду. Если в обычной жизни взять такую ситуацию, я бы удалила, забанила или тупо забила на это все. Но я ради контента продолжила с ним общаться. Потому что сразу поняла, что будет интересно. Поймите правильно, я тут на рулетке ставлю по своей схеме, прямо в Телеграме. Тут бот есть с рулеткой. Но из-за того, что выводить можно раз в сутки, меня заблокировали. Я бы тебе скинул бота, никаких регистраций, паспортных данных. И уже тем более денег от тебя не требуется. Просто чуть-чуть времени буквально минут 15. Но вы должны уже понимать, что тут уже разводом попахивает. Я бы тебе положила 1000 рублей на баланс. Да и дошли бы до 10 тысяч. Я буду очень благодарен и благодарность поднял бы тебе. Поможешь? Здесь он кидает того самого бота. И отчекнула его этот типичный рулет. Очередной скам проект. Кстати, перейдя по ссылке, пополнение счета, он просто не открылся. Видимо, просто бот фейковый. Представьте, даже такое бывает. Вернемся к нашему пациенту. Я попросила его скинуть скрины того, что его забанили. Но он сослался на то, что он уже удалил всю историю в боте. И что может скинуть только чек. Он скинул скриншот того, что деньги типа приходили. Я скачала фотку и загнала в фотошоп. При детальном разборе стало понятно, что это фотошоп. Это делается в пару секунд. Я ему задаю наводящий вопрос. Не проще ли купить симку в минутку? Гораздо же легче, чем искать людей и просить их. Тем более, если учесть, что они стоят по 30 рублей за номер. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Просто знаю. И тут начинается мое любимое. Не хочешь помогать, так и скажи. У меня последняя тысяча осталась. И бла-бла-бла. То есть человек все делает для того, чтобы было все, как он выстроил по плану. И ты типа хочешь помочь человеку. Но он любыми способами начинает оправдываться и придумывать разные отмазки. Дальше он пишет, что со всеми поругался. Вот у меня сейчас возник вопрос. Ты действительно такой тупой, что думаешь, что в этот бред хоть одна душа живая может поверить. Придумал что-нибудь менее тупое. Никакой креативности у человека. Просто отсутствует напрочь. Если ты разводишь людей, причем с фейкового аккаунта. К этому вернемся чуть позже. Так делай-то хотя бы красиво. Я против мошенничества, если что. Как показывает правило, что этим делом люди начинают заниматься слабоумие. Я зашла в его профиль, скачала его фотку и стала пробивать по Яндекс-картинкам. Я уже рассказывала об этом в своем старом видео. Сразу в топ-результатах мне выпала настоящая страница. И уже Матвей превратился волшебным образом в Илью. Вы представляете себе? Ну конечно же я написала сразу этому Илье. Что-то его имени мошенник разводит людей в телеге, в казино. Даже пруфы ему предоставила. Но я ждала день, два. Ответ так и не последовал. Может ли я растерялся? Или это же было он? Останется загадкой. Но это еще не самое интересное. Я скинул ссылку на страницу, скриншот того, что я нашла владельца настоящего. Его реакция просто поражает. Написал, что круто. Я ему еще ссылку на свой канал скинула. И после этого он меня забанил. Ну в принципе не удивительно. Благо если вы не знали, что ты даже удаляешь свою историю у себя и у другого человека, дело в любом случае остается у человека. Так что многие правда думают, что удаляя всю историю в телеге, она удаляется обоих. О боже, какие вы наивные. Так вот, я скопировала ник Матвея, сошла по другим своим аккаунтам. Оказывается, что он уже взял другие фотки. Имя у него уже Валентин. Но на этом я не остановилась. Я также нашла этого владельца настоящих фото. Кидая ему с текстом, что если он не прекратит этим заниматься, что все переписки будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. После моего сообщения он сразу удалил аккаунт в телеге. Интересно, насколько ему страшно было. Представляю, как он потом все это переваривал, нервничал. Я за этим аккаунтом наблюдала еще неделю. Стинш Валентин так и не появился. И скорее всего больше явно не появится. Мне почему-то кажется, большая доля вероятности, что он сидел со своего основного аккаунта. У него даже мозгов не хватило купить или взять хотя бы фейковый номер. При большом желании можно было все это раскрутить. И его нашли бы довольно быстро. Доказательная база есть. Переписки, запись экрана. Если вы соглашаетесь на такой сомнительный способ заработка, когда вам пишут фейк с просьбой помочь, будьте готовы, что за вами могут прийти в любой момент. И тогда уже будет поздно что-либо изменить. Будьте осторожнее, когда общаетесь с людьми в интернете. Вот такое вот видео получилось. Предлагаю вам обсудить или рассказать свои истории. Наверняка у вас есть что рассказать. Интересно будет почитать. А я напоминаю вам, что я занимаюсь также озвучкой. Если вам нужно что-нибудь озвучить, мои контакты вы сможете найти в описании. Скиньте своим знакомым, друзьям видео. Пусть чуть почище будет интернет. А то тут стало в последнее время слишком много грязи. Проверьте, стоит ли у вас колокольчик на канале, чтобы не пропустить выход новых видео. С вами была Маша Рябинина. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова